Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! Как обычно, первонаперво слухи. Журналист Маркус Селлерс сообщил, что согласно его источникам, нам стоит ждать выход Диабло 3 и Фортнайт на Nintendo Switch. По его словам, Диабло должна выйти в начале следующего года, а вот Фортнайт появится на консоли раньше, уже в августе или сентябре. К словам Маркуса стоит прислушаться, ведь именно он безошибочно слил анонс ремастера Dark Souls на Nintendo Switch. Чтоб два раза не вставать, еще одна новость про Switch. Группа хакеров Failoverflow смогла взломать японскую консоль и запустить на ней Linux. Управляется все с помощью сенсорного дисплея. В своем ролике хакеры показали рабочий стол, открыли браузер, залезли в твиттер и смогли отправить твит. Так, тут есть олдфлаги, которые гоняли в первых Корсаров нулевых. Готовьте ваши дублоны. Компания Black Sun Game начала сбор средств на разработку новой части серии. Корсары. Черная метка. Открытый мир, богатая кастомизация персонажа, RPG составляющая, реиграбельность, возможность отыгрыша, реализм с жестокостью и сексом, нелинейный сюжет, сказка, а не игра. Над черной меткой трудятся те же люди, которые создавали предыдущие игры. Краудфайдинговая кампания продлится 90 дней. Цель 2 миллиона рублей. 13 марта в цифровом формате выйдут «Звездные войны. Последние джедаи». На Blu-ray чуть позже, 27 марта. В дисковое издание войдет целых 14 вырезанных сцен. Какие-то из них наверняка окажутся филлерами, а какие-то могут вполне изменить повествование картины. Также в наличии комментарии режиссера. Кристофер Нолан опроверг слухи о том, что он будет режиссером нового фильма про Джеймса Бонда. Про сам фильм ничего не известно, кроме даты выхода – 8 ноября 2019 года. Анонсирован ремастер Burnout Paradise. Игра выйдет уже 16 марта на PlayStation 4 и Xbox One. Для ПК релиз тоже назначен, но даты пока нет. На сегодня все. Ставь лайк, подписывайся, заходи на konobu.ru. Меня зовут Халатов Паша и до встречи на том же самом сайте.